МРТ Современная диагностика невозможна без высокотехнологичных методов исследования, в числе которых МРТ или магнитно-резонансная томография, которые занимают особое место среди методов медицинской визуализации. Этот метод основан на получении послойных изображений органов и систем органов человека с помощью электромагнитного излучения. Метод визуализации не является лучевым методом. В данном случае мы говорим о том, что изображение получается в результате электромагнитных изменений в организме человека или тех, которые существуют в норме. Определенные колебания разных тканей выстраиваются в определенном порядке. Соответственно, в норме и в патологии они выглядят по-разному. Это и фиксируется и нашим методом магнитно-резонансной томографии. Благодаря МРТ-диагностике появилась возможность получать более детальную картину состояния внутренних органов и тканей. Современный томограф в состоянии сделать фотосрез размером менее миллиметра. Основным преимуществом МРТ перед другими методами медицинской визуализации является наличие наилучшего межтканевого контраста. В этом МРТ нет равных. Не могут сравниться ни УЗИ, ни КТ, ни даже позитронно-эмиссионная томография. В данном случае МРТ, безусловно, и лидер фиксации именно таких изменений или такой нормы. При проведении МРТ ионизирующие излучения не существует. Поэтому эту процедуру МРТ можно проводить сколько угодно раз. Методика достаточно универсальная и позволяет получать ответы на большой перечень вопросов по здоровью. Головной мозг – это единственный орган, который можно увидеть с помощью метода магнитно-резонансной томографии. Остальные методы могут оценить функцию, а именно структурные компоненты могут оценить только метод МРТ. Поэтому неврологи очень часто используют данный метод. Основная когорта пациентов, к которой обращаются, это пациенты неврологического профиля. Вместе с тем, очень большая потребность этого исследования в плане проведения и установки патологии суставов, как коленных, забедренных, локтевых суставов, а также височно-нижнечелюстных. Это очень востребовано в настоящее время исследование. Очень большое количество пациентов обследуют органы брюшной полости, органы малого таза. На МРТ можно посмотреть любую ткань и любую систему органов человека, но, конечно же, за исключением грудной клетки, потому что здесь приоритет рентгеновской компьютерной томографии. Противопоказания есть. Это кардиостимулятор, тем более современные кардиостимуляторы. Это наличие специфических клапанов сердца и противопоказания со стороны, конечно же, направляющих врачей, если они знают о том, что у пациента имеется какая-то патология, которая не позволяет находиться ему в таком магнитном поле, который создает амогу. Несмотря на то, что МРТ-диагностика далеко не новинка, мифов и домыслов об этой процедуре и сегодня остается довольно много. Мифов действительно очень много, и большинство из них мы с успехом развеиваем. В настоящее время медицина не стоит на месте. Большинство мифов, связанных с наличием металлических конструкций, с наличием противопоказаний, они на самом деле не имеют под собой настоящего основания. Современные металлические конструкции, которые устанавливаются человеку по необходимости, по медицинской необходимости, безусловно, в большинстве своем, они не магнитные. Состояние после тотального замещения тазобедренного сустава, это тоже не является противопоказанием. Очень много пациентов с наличием брекетов, это также противопоказанием не является. В любом случае, как мы всегда говорим пациентам, пробовать надо. Проводится МРТ достаточно быстро. Для удобства предусмотрены наушники, чтобы минимизировать уровень шума, и специальная груша, которую пациент сможет сжать в случае дискомфорта. Процедура проведения МРТ на современном томографе, она не занимает много времени, то есть около 15-20 минут рутинное исследование, расширенное около получаса. И, соответственно, в это время пациент находится в комфортных условиях, и процедура МРТ, она безболезненная. И все же основное преимущество МРТ – это высокая степень информативности. Но для того, чтобы поставить точный диагноз, иногда приходится собирать своеобразный консилиум. Есть возможность проконсультироваться у врачей Санкт-Петербурга. И поскольку к ним стекаются все самые сложные случаи с Россией, у них накапливается бесценный опыт, который помогает им именно сложные случаи оценивать с большей легкостью, скажем, чем нам. Эту помощь сложно переоценить в плане интерпретации исследования для того, чтобы пациент мог получить все ответы на те вопросы, которые он ставит нам перед исследованием. В Санкт-Петербурге, помимо того, что есть возможности проконсультироваться, есть возможности и лечения. Поскольку там инновационные методы лечения – это в первую очередь протонный центр, который является первым центром. В России есть также возможности лечиться на аппарате «Гамма-нож», аппарате «Кибер-нож». Конечно же, там есть и возможности хирургического лечения и химиотерапии. То есть полностью лечение пациентов с онкологической патологией возможно в центре в Санкт-Петербурге. Это лечение причем возможно для пациентов по полису ОМС. Вот и получается, когда есть проблема, то не стоит откладывать ее решение. Нужно найти специалистов, которые смогут не только поставить правильный диагноз, но и предложат современное лечение, в том числе и с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования. А ведь это и есть то, что нужно. Спасибо.